Ждёмся, не дождёмся ответа. Так, всех приветствую. Twitch.sk2.tv. Goodgame. Ребята, всем здравствуйте. Если меня видно, слышно, напишите, пожалуйста. Не, Серёга что-то не хочет. Ну ладно. Присоединится попозже к нам Серёга. Будет видно. Ну что, поехали. ОМГ Поп Круз. Лангерская. Шикарно. Играют за третье место, ребята. Ну вот и посмотрим. Не знаю, лично я не вижу, что Круз какой-то вот прям охрененный игрок. И то, что он ОМГ Попа выигрывает, ну довольно-таки странно. Вот. Ну как мне кажется. Вообще, на самом деле, получается, что вот, конечно, было бы больше денег в комьюнити. Может и турниры были бы интереснее. Так что, это не я выбрал. Это выбрал товарищ. Ну что, господа. Жертвуя своей работой. Ну, хотя, чё там. И то, что прям жертвуя. Не могу сказать, что там сильно пожертвовал. Но, конечно, есть определенные напряги. Сегодня буквально тоже придется отлучиться. Но уже не на 20, на 30 минут. А буквально там на пару минут. И всё. И будет сегодня у нас с вами праздник Коха. Сегодня финал. Турнир один на один. Всё, что вы до этого видели, это были... Это был только разогрев. Подготовка. Подготовка к настоящему противостоянию экспертов. Наши замечательные, любимые с нами... Наши с вами игры. Не видно и не слышно. Пишут эти киллы. Спасибо. Это здорово. Это приятно. Это неплохо. Вот. Ну, в общем, ребята... 1-0 ведет у нас Круз. ОМГ Поп. Проигрывает. Бест оф три. ОМГ Попа надо тащить. За УКВ. УКВ, мне кажется, тащить не так сложно. Но, вопреки, вопреки всем ребятам, которые там хаяли советов, что советы неинтересные пацаны, на турнире самый такой популярный, получается, самый сильный стороной является СССР УКВ. Не вермахт, не не вермахт, а Советский Союз и еще другие ребята. Ребята, я не понимаю, у меня так все бегает, прыгает. Вот, действительно, сейчас, подождите секундочку. У меня так все бегает, прыгает, даже подозрительно. У меня так не бегало, не прыгало никогда особо. Обычно у меня все жутко лагало. Мне вот это видится... Может, я что-то отключил? Я не знаю, какие-то волшебства. У меня так все бегает, прыгает, что подозрительно все. Стреляют! Стреляют! В общем, ладно, ребятам, давайте смотреть игру. Как это... Может, патч какой-то сделали? Потому что уж очень все у меня так бодро бегает, прыгает. Давайте смотреть. Две минуты. Хорошо, магиканин, давай, в общем, две минуты и... Будешь смотреть. Будешь смотреть, насматривать. ОМГ Поп рискует потерять. Инженера вбирает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, потеряет. Нет, не потеряет, смотри. Ну, вот это зря он сделал. Сейчас по-любому этих инженеров он потеряет. Вот это сейчас... Ну, это вот зря. Надо было отступать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Потери пионеров в начале УКВ это, ну, довольно-таки серьезная потеря. Ты что, гонишь? Странно, почему Круз не пошел провожать этих пионеров. Непонятно. Как-то странно. Ну, в общем, ладно, ребят, в любом случае... В любом случае, надеемся, что... Повезло, да? На самом деле, они вот-вот, сколько у них ХП оставало, прям, ну, вообще, дудецл. Ладно. Доктрину оборонную берет у нас у МГПОП. Круз... Ой, смотрите, как все классно стало. Это, короче, пофиксили. Ошибки разработчики. То есть, видимо, написал Амив из-за того, что лагал ОБС-мод. То, видите, сразу же разработчики все исправили. Молодцы. Т2 пошли советы. Советы не берут пока доктрину. Вот, в общем, посмотрим, как оно там будет дальше. Пока дум... Пока думай. Давайте посмотрим, какие у нас у Круза доктрины. Значит, раз. Два. Это что такое? ДШК и Шерман. Ага. Интересно. И... Гварды. Гварды Т-34-85. В общем, интересно. Интересно, интересно здесь. Выбрал докрин и круз. ОМГ-ПОП. Будет, по-видимому, юзать МГ-34. Остальное его более чем устраивает. Да. Ну и вот пошли у нас ОКВ на позиции советов. На ключевую точку. Которая, по сути, своей... Отрезает почти все ресурсы. То есть, таких точек две. Раз. Вот. И два. То есть, вот эти две точки вы отрезаете полностью от... Игрока практически от ресурсов. Остается только раз. Ну, вот это два. Она еще более-менее как-то... Да. Ну что. 461 на 475. Счет равный. Вот. Поэтому... Можно сказать, только начало. Но уже видим очень серьезное давление у МГ-ПОПа. Ой-ой-ой. Кто первый? А? Выжгинадеры. Все. Сели выжгинадеры в дом. Сейчас будут выстраивать у КВ оборону, исходя из... С позиции вот с этой центральной. Ну, посмотрим, насколько долго они продержатся. Потому что здесь... Да, явно не хватает здесь флага. Флаг можно заказать. Почему-то не заказывает. Ну, флаг закажи. Не заказывает МГ-ПОП флаг. У меня есть такое ощущение, что он может быть даже выйдет в ракеты-верфер. Потому что он увидел Т2 у Советов. То есть теперь, понятное дело... Понятно будет, что... А мало ли, и что там... Зиска-Лариска придет, и все. Отжимают, отжимают точку. Свои ресурсы у КВ стараются контролировать. Но Советы обратить внимание отжали практически всю карту. И у КВ, на самом деле, были вынуждены отрезать Советов от ресурсов. Хотя, надо сказать, что им это довольно-таки тяжело. У КВ-шники сейчас, конечно, очень тяжело себя чувствуют. Да, вот, наконец-то, флаг подъезжает. С таймингом немножечко затянул. С таймингом затянул. Вот, с таймингом затянул. Серега, привет. Давай, подключайся к Кибергейму, который я тебе дал вчера ссылку. Потом вместе будем с тобой в следующую игру прыгнем. Давай, вот, мы уже как бы начали. Круз, Круз ОМГПОП. Какая игра? Первая или... Вторая, вторая игра. А первая вроде бы Круз победил. Круз победил в первой игре. Вот, в общем... Это Круз в ударе прям. Круз сегодня, да. Это, наверное, не Круз в ударе, а командование Запад в ударе. Командование Запад, наверное, да, действительно в ударе. Уже все поняли, как играть. Нашли какой-то универс... А это самое... Вообще, в принципе, вот... Даже начинающим я советую играть за... УКВ, потому что за них проще всего играть. Да, если кто... Они самые универсальные войска. Они самые имбовые. Пять звезд набивают. Ну, как бы вообще... То есть можно там важную точку какую-то заболочить машинками просто и все. Можно поставить зенитку, там еще что-то и забыть о ней. Если кто не понял, со мной на связи Магиканин. Серега Магиканин, эксперт. Топ, который играет у нас вот с такими пацанами. И, в принципе, знает их всю подноготную. Вот. Знает, кто как играет, кто и как не играет. И, то есть, ну, помимо моей, как бы, диванной аналитики, тут все-таки аналитика экспертная. Вот. Поэтому, Серега, извини, что тебя перебил. Вот. Да, привет, пенсионер Касаркат. Привет, пацаны. Вот, Серега, я тебя рад слышать. Как у тебя дела? Взаимно. Да, все хорошо. Вот, кстати, все как и хотели, чтобы в Лев Нес попал в финал. Он попал. Вчера ты же сделал вопрос. Все сказали, хотели, чтобы Лев Нес поиграл в финал. В Лев Нес, да, сголосовали? Да, да. За него же все проголосовали. Я сегодня с ним чуть-чуть общался. Так. Он говорит, очень тяжелые бои были. Говорит, он сам рад, что он победил. Вот. И сегодня будет, сказал, стараться. Ну, вот это хорошие слова. Слушай, прямо отлично. Лето-то этому... Сколько лет, спрашивает антикил у тебя, Магиканин? У меня 31. Он тебя старше антикил. Антикил, по-моему, 29. Антикил, ты меня старше на один год же, по-моему. А, тебе 30, по-моему. Эксперту. Антикил играет просто только за немцев, поэтому антикил сразу же, видишь, пошел. Маза, доллар по 66. Что делать? Дети. Ну, не знаю. Кодавать все и доллары покупай. Хотя, на самом деле, чем больше все покупают, тем больше он растет. Ну, конечно, валюта дорожает. Мы сами поддерживаем, ну, как бы, не специально, но поддерживаем доллары. Да, на самом деле, ребят, как бы, я не знаю, что делать. Я реально с долларами вообще не имею никаких связей. Я последний раз доллары получал, когда работал в казино. У нас вся зарплата выдавалась в американских долларах. И я вот после этого доллары держал в руках только после того, как операцию с недвижимостью провел и получил там 6 тысяч долларов. Вот. 6 тысяч долларов – последние деньги, которые я держал. Вот именно долларовые. После этого я вообще, у меня долларов никогда не было. И я думаю, я, как бы, не хочу даже их в руках держать. Они пахнут этой... Вообще, вот наши деньги, как бы, из очень качественной бумаги сделаны. Вообще, в принципе, одни из самых качественных денег. Ну, наши мне очень нравятся на ощупь. То есть, как бы, если вы возьмете какие-нибудь там узбекские деньги, то вы разницу ощутите. Ну, даже там украинские гривны. Даже бумаги, прям. Да, даже та же украинская гривна мне не так нравится там. Да, даже взять те же доллары. Вот, особенно, когда там новая пачка, они же вообще... Их даже невозможно листать. То есть, они липнут, слипаются. Как бы, не самый удачный. Мне кажется, у нас одни из самых удачных, в общем, денег. Только, чтобы они стоили так. Да. Антикил, у тебя голос тоже на 20 лет выглядит. Особенно, ты когда пьешь, у тебя голос начинает молодеть. А ты когда подвыпьешь, и у тебя, прям, видно, голос молодеет. Бодрый такой. Это же хорошо, что голос молодой выглядит. И вообще, когда... Ну, ты так очень хорошо выглядишь. Я вот на фотографии посмотрел. Ты такой, как это... Это не комплимент? Да, да. То есть, да. Да, на 20 обычно дают. 20, 23, 25 максимум. Ты сказал, там, тебе уже за тридцатник, а ты... Ну, вот, видишь, это вот питание, экология и здоровье. И то, что ты не пьешь, не куришь, на самом деле. Потому что те, кто пьет и курит, у них, как правило, вот эти залысины появляются. А не от чего появляются. А от того, что ты сосуды свои пережимаешь, и все. Да, это совет всем. Занимайтесь спортом. Да, занимайтесь спортом, не бухайте. Не курите. Не курите, не пейте. Вообще, будьте хорошими. Может быть, изредка можно, потому что... Как-то люди должны разряжаться. Не у каждого есть как-то. Поэтому, думаю, что если... Уж это, то лучше выпивать иногда, чем курить. Курить-то это вообще постоянно получается. Ну, или играйте в Company of Heroes и... И минус Т-70. Только играйте, выиграйте. Потому что проигрывать тоже плохо. Это то есть. Барс-гвардейцы, которые должны бороться с лейтехом, ничего сделать с люксом-флаком сделать не могут. На ощупь лучше женская грудь. Нашли, что обсуждать, блин. Да ладно, нормально. Ну, сегодня вот и Галли с Джоффом. Просто по кое-каке. Спрашивай, извини, магиканин, а мясо есть можно? Мясо? Да, тебя... Это как в анекдоте. Батюшка, а в пост женщину можно? Можно, но не жирную. Это классная шутка. Ой, ты сегодня про Джоффа хотел мне что-то рассказать. Ну, я говорю, вот сейчас тоже играли. Мы 2 на 2 готовимся. У нас с Эстонией следующая игра. Ну, мы больше так сейчас. 1 на 1 играли, потом 2 на 2. Больше так контроль тренируем. Ну и... Вот, а Джофф не любит проигрывать, как бы. Мы что-то про проигрыши начали говорить. А убомбит, да? Просто расстраивает-то всегда. Ты выигрываешь, а убомбит, короче. Не, ну, мы когда 2 на 2 играем и проигрываем. А у меня же такое, мне могут позвонить, или ты меня что-нибудь там донимаешь, я там с тобой переписываю. Смотрю, у меня танк на базе ночь уже погибает. Смотрю, Джофф может выйти. Ну, вообще, он хороший парень. Вот, это, сегодня поигали, с ним хорошо, как бы. Он там кое-где тащил вообще. Молодец. Молодец, да. Пишет антикиллы. Вот здесь магиканин... Магикянин. Нет, антикилл. Не магикян, не армяне. Здесь армян нет. Армянин здесь у нас только этот... Как он? Рукоклан Айкас. Вот. Он нормально общается, а когда с ним в одной команде попал, говорит, грубиян был. Ну, как бы у Сереги характер такой. Серега, я как бы тоже, он не сразу раскрывается. То есть, с Серегой нужно определенное время провести. Он тоже же... Вы же не можете с первым попавшимся с человеком, как бы, разговаривать на... Ну, как бы, как это правильно? Доброжелательно. То есть, все люди разные. Вот. И, как бы... Что-то я кому-то нагрубил, да? Ну, не знаю. Может, ты там сказал, как бы... Может, у тебя голос довольно-таки строгий, когда ты в ударе, как бы, вот. Поэтому, мало ли чем. Нет, ну, на самом деле, Серега... Да, нет, я даже, если кто слышал, не воззвонил Амазу ругаясь, когда мы играем. Да, да. Но я не могу сказать, что Серега ругается. Серега старается донести мысли. То есть, у Сереги нет такого, что он ругается. На самом деле... Да, да, я говорю, что... Да, нет. Просто некоторые понимают это, как ругань, но это больше ста... Ладно, антикил. Вот тебе, то, что тебе сказали, как бы... Антикил, тебе можно нагрубить. Потому что ты так подъебнешь иногда, что вот меня тоже задевает. Так что нормально антикил. То, что тебе нагрубить... Поэтому я тебе что-то не то сказал. Да, не, антикил у нас тоже так, может, подъебать, что антикиль хочется тоже сказать пару ласковых. Так что антикил, например, божий адванчик у нас. А, он спрашивал про мясо. Вообще мясо надо даже кушать для здоровья. Если кто не знает. Мясо для здоровья надо кушать? Ну да. Не, ну да, там же гормоны туда-сюда. Надо поухаживать, комплименты, а вы как хотели. Это Витория уже пишет. Ой, пацаны, ну да. Что, давайте, может быть, игру посмотрим. Да-да-да, что-то мы... Неинтересно, что там, кто побеждает, кто... Ну, видишь, ты медийный человек. Тебя уже обсуждают, это значит, ты медийный. То есть ты как раз человек, который вот... Это как... Ты очень интересен для медиа. То есть поэтому, Серег, как бы, сегодня... То есть на стриме даже, видишь, больше уделяют тебе внимания. Это очень хорошо, кстати. Вот. То есть у тебя есть такой вот... Буду только с головой поднятых ходить. Нет, зачем? Как бы... У тебя... Когда не напишешь, я попрошу тебя на вы общаться. Ты попросишь... А Сергей, да, вы... Сергей, а как вас по батюшке? Сергей Владимирович... Ты почти Владимир Владимирович уже. Тут до Владимира Владимировича рукой подать. Ты звезда, короче, пишет, да. Макса Пакса, привет. Привет. Да ладно, антикилл, все, тоже не обижайся. Антикилла на стриме... Он так бывает разговаривает. Васю там бомбит. Он уже пол Украины разбомбил. Видишь, что творится? Это потому что, Васю... Антикилла как начнет стебать там Васю по политике. Вася аж прям... Как Гитлер прям... И начинает там в чате вот это писать. Ну, в общем... Ладно, ребят. Все у нас в комьюнити хорошие люди. Вот. И с которыми приятно общаться. Играть. То есть, не только играть. Но общаться хорош. И смотри, я тебе могу сказать, что... Наверное, юнит турнира, да. Вот, то есть, как в GQ, да. Человек года. То есть, а здесь юнит турнира... Это, мне кажется, вот все-таки флаг. Вот этот тургавэр. Ну, вообще, если вот на него выбежать случайно откуда-нибудь. Особенно, если на дороге убьет сразу. Там даже не с очереди, а с первых двух выстрелов убьет. Он очень мощный. Но вот у него единственный минус, то что он... Ему нужно остановиться, разложиться, потом только стреляет. Ну, ты знаешь, с другой стороны, вот это такой юнит, который заставляет тебя думать и играть на опережение. То есть, все-таки здесь такой... Мне кажется, вот, задумывался именно, чтобы ты не просто, как бы, им играл, да, вот тупо. А, чтобы ты, как бы, немножечко продумывал свои действия. Поэтому, ну, мне кажется, вот, мне вот очень интересен. Вот с этой точки зрения. Да, он... Мы сегодня вот только GDOV играли и тоже оценили его. Вот. Прям вообще, ну, иногда имба-имбой и контрить его это только... Гварды его очень сложно контрить. То есть, это нужно, там, с двух сторон подбирать. С нот, как ты говоришь, думать. Только ПТО. А появляется он рано, бывает очень. И у тебя еще ПТО даже нет. Поэтому иногда, да, очень эффективно. Антикилы, говорит, надо Магиканинов. Три БГ-3, хорошая мина. Ой-ой-ой, едва не покибается, гранадеры. Там пообщаемся. Я хочу отметить, что достаточно много мин поставили. Совет, три мины, смотри. Одна уже разоружилась. Т2, у нас Пума и Флаг. Два юнита из Т2 продакшена у ЛКВ. И Т2, Т3 строит у нас Совет. Вот, был потерян у нас Т70. Вообще, зря потерян был Т70. Мне кажется, Круз здесь просто отдался. То есть, как-то вот опрометить. В игре очень много рандома. Вот хотел на эту тему поговорить. Буквально сегодня я играл один на один. У меня была такая ситуация. Я поехал за Пантерой. Надамажил ее. У нее осталось на выстрел. И я, рискуя 34-кой, поехал ее добивать. Я ее добил. Но она выпала. То есть, она выпала. Я пытаюсь убить ее, ну, как бы уже сломанную, ну, выпавшую. Вот. Садится в нее отряд. В итоге, выпадает моя 34-ка. Да. В итоге, вместо ни одного танка и одного у меня, у него два остава. Ну, вообще. Вот это, это просто, это крайне неприятнейшая история. Да, да. Мне кажется, Джофф вышел бы в такой ситуации, мне кажется. Джофф мог бы выйти, как мне видится. Потому что, ну, реально от таких вещей бомбит. То, что ты так старался, а твои старания в итоге... Да, я там, это, три-четверки, там, заехал сбоку, там, застопал, там, Т-Пантеру последним ударом добил. Да, на самом деле, рандома действительно очень много в игре. Это добавляет такой определенный иногда фан. Иногда это добавляет, наоборот, расстройство. Но, в целом, как бы без этого, геймплей, мне кажется, был, ну, не очень разнообразный. Да, да, рандом нужен, но это обязательно. То есть... Во-первых, он правдоподобности добавляет. То есть, там пробил, не пробил. То есть, это либо нужно было всем танкам повышать хп, чтобы очень бы правильно было. А так, все же, как бы, есть интерес, что разной мощности пушки, что какая-то пробивает только в бок какая-то его, пробивает и броня там. Ну, соответственно, должно быть такое. Ну, конечно. Вот. Спрашивает Антикила, знает ли Серега про рубрику «Три богатыря»? Нет, не знаю. А что это? Ну, мы в свое время... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Посмотри! Минус! Ой-ой-ой-ой-ой! Флаг-то как это... Поймал. То есть, поймал. Он две ПТОшки поставил. Удачи. Или там вообще мина была? Нет, там мины не было. Нет, не было мина. Он просто здесь поймал ПТО. Причем, я так понимаю, он поймал через букву «Джи». Ну, в общем, ребят как-то здесь за разговорами пропустили этот момент. Вот. И рубрика у нас такая «Три богатыря». Там «Я, Антикилл и Геббельс». Мы сидели, играли 3 на 3. Вот. И, в общем, в этом мясе мы общались там на разные темы со зрителями. Вот. И у нас такие... Ну, это больше напоминало такие вот посиделки. Но очень интересные посиделки. У нас собиралось огромное количество народу. Ну, там, чуть ли не под сотню. Вот. Ну, естественно, в разные периоды времени. Вот. Но, тем не менее, как бы... Ну, конечно, можно будет устроить. Но чуть попозже, ребят. Сейчас разберемся все с делами. Всю работу закончим. Пойдем на праздники. Там уже, я думаю, проблем никаких будет. Хорош, здесь как пробивают. Да. В общем, давайте возвращаться к игре. У нас, ребят, с вами счет 319 на 422. МГП по очкам ведет. Круз врывается танками. Да, Т-34-ками. Пума. И, вы знаете, вот здесь Круз делает, на мой взгляд, довольно-таки серьезную ошибку. Он, как бы, гонится за этой Пумой. Но рискует просто вот остаться без танка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ни хрена он не рискует. Ты посмотри, Пупхин только сейчас переразворачивает у МГП. И я могу сказать, что здесь с микроконтролем у МГП вообще все хреново. Вот вообще прям, ну, прям отыграл отвратительно. Да, он хотел как-то законтрить все же этот Пуму. Хотел как-то там покрутиться. И сильно много внимания уделил. В итоге упустил 3-4. Вообще, Круз рисковал. Вот я абсолютно так же всегда делаю. И обычно они остаются там, на базе. Как минералы для немцев. Блин, ну это жесть. Ну вот, на самом деле, я, ребят, почему сразу сказал. Вот этот Пупхин почему-то, он джипоп развернул прям в самый последний момент. Хотя ему, естественно, в первую очередь нужно было его переразворачивать на танке. Да, ну и утюг появляется у нас. Утюг, кстати, это я от антикиллы взял. Вот, утюг появляется, ягдпанзер 4. Ты знаешь, мне кажется, вообще вот ягдпанзеров 4 должно быть 2 в игре. Вот, по моим наблюдениям, гораздо эффективнее ягдпанзеры будет, если их 2. Ну если их 2, их тогда чем контрить? Ну вот я и говорю, вот чем контрить уже. Потому что танками ты их не законтришь. Они начнут там пятиться. Вот, еще есть. Он так, чтобы он перестреливает Су-85. Такого не должно быть, но он перестреливает. Не, ну ягдпанзер вообще это как бы поздняя самоходка немецкая. Это самоходка 44-го года. Данное самоходное орудие немцы ввели в августе 44-го года. Вот, и поэтому как бы она достойна сражаться там с поздними Сау, там Су-85. Су-85 она же поздняя, да? Тоже Сау, насколько я знаю, Серег. Или ты не помнишь? Да, 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 конечно. Это именно против Санта. Касарк отпишет сковорода. Нет, ну утюг. Вот я уже привык утюг называть. Сковорода тоже хорошо, но утюг он такой прям. Утюг. А и сковорода. Утюг, как бы, коротко и ясно. Да, ну что, ребят, в общем, на самом... Заливает Катюша, что ли? Нет, нет, это ЗИСКи заливают артобстрелом. Довольно-таки неплохо. И вы знаете, на самом деле, ОМГ Пуп-то продолжает стоять. То есть, несмотря на потерю юнитов, как бы продолжает стоять на своих позициях. Вот единственное, что, конечно, сейчас посмотрим, во что пойдет. Потому что три базы разложены, Т2, Т1, Т3. Это артобстрел у ЗИСа. У меня была игра, когда я с ЗИСом убил 64 человека. 64, охренеть можно. Это было нечто. Это ЗИСКи мясник какой-то. Вот этим артобстрелом я там два или три залпа так удачно делал, что там килов по 10, по 15 сразу было. Жаскач. Охренеть. От ЛГ у меня здесь, ну там всего в бою было убито что-то 102 человека. И большую часть... Охренеть можно. Вот это круто. Ну... Да, ну это тоже гандом такой. То есть, вот вылетает у него выстрел, да? То есть, ты даже целишь в одно место. А он иногда либо туда, куда надо лететь, либо туда, куда не надо. Либо когда-то туда, куда не надо. Это правда, да. Антикил спрашивает Маза, как твой моделизм? Ты знаешь, он скоро встанет из мертвых, потому что я на время раскрутки своего проекта на работе забил на, в общем, моделизм. Вот. И я его планирую восстановить. Я антикил вышел на людей, которые, в общем, берут твои модели, и они их выставляют на... Они берут их на разные выставки, в общем, берут в аренду модели, и можно будет с ними договориться в Москве. Так что, вот как-то так. Вот. Так что, моделизм, я скоро вернусь, но я немножечко его там буду не только на тему Второй мировой делать. О, хорош! Здесь смотри, какая просто шикарнейшая вот взрывчатка. Так что, моделизм пока вот в таком больше проекте. Как твой, кстати, моделизм антикилла, вот, хочется узнать. Ты, кстати, не увлекаешься стендовым моделизмом, Серега? Я, нет. Нет? Хорош, пробивание здесь. Но я хочу тебе сказать, что Т-34-85 это вообще шикарный танк. Он классно пробивает вообще. Да, это вообще один из лучших танков. А улучшен он почему? По своей универсальности. То есть нет ни одного танка, который одинаково хорошо бы против пехоты и танков был. Пенсионер пишет, Маза, в конце войны мы запилили СУ-100, вот она круче Яги. СУ-100? Да, СУ-100 была. А я не знаю даже, что такое СУ-100, я не видел. Ну, поймите то, что на войне есть такое название, как серийность, и многие танки, они не были серийными. То есть они были, но их было настолько мало, что они даже, можно сказать, не имели места. Поэтому было-то очень много всяких танков. Экспериментальных в том числе, да. Ну да, почему даже, ну вот в игре можно было добавить тот же КВ-85, да. То есть это тот КВ-1 с башней, ну вот, вот эту башню Т-34-85 туда поставить. КВ-1. Ну да, как вариант. То есть смотри как... Не, он был такой танк, просто, я не помню, но их что-то там в сотнях сколько-то выпустили во время войны. Ну это считай, как немецкие серийные танки, потому что немцы тоже выпускали там, были серии по 100 штук и так далее. Ну вот здесь оберсольдаты. Ну серийные, но не очень много было. Ну что, Ягдпанзер наполучал, вот о чем я говорил, то есть два Ягдпанзера... Уже все, на самом деле. Уже все, да? То есть ты видишь уже конец игры. Здесь конец, а мне нечего делать немцам, у него не осталось пехоты совсем. Пенсионер говорит, я тоже прысь по стендовому моделизму. С устой серийной и довольно массовый. Антикил говорит, что он ездил на фабрику звезд на экскурсию. А, на фабрику звезду ездил на экскурсию. Ух ты, Антикил, круто. Так, куда делся нагибатор? Можно сдаваться, на самом деле. Можно сдаваться легко. Вот я смотрю, круто разыгрался. Что-то да, ты смотри, он просто давит оппонента и играет он. Он играет, как будто он знает, как играть. То есть у него такого нет, знаешь, что он играет там, как бы так, ну, по ситуации. То есть он как бы знает, что делать, он знает, как стоять. Ну конечно, ему еще повезло. То есть вот я говорю про вот этот рандом. То есть там вот отскочил один шрек, когда он три-четверками ехал, и уехали эти три-четверки. Потом он ими как хорошо заезжал. Ну да. Антикил, хочется узнать про твою поездку. Да, здесь действительно рандом. Ну и вот мне как-то непонятно, как все-таки флаг был, погиб. Ну здесь тоже флаг бы уже не зарешал, потому что здесь танки. Ну и, конечно, Круз ошибся здесь. С, как бы, конечно, с товарищем Пупхеном. Ну и вообще Пупхенов что-то мало строит. Он ОМГ Поп построил, учитывая, что, как бы, ну, мне кажется, вот как минимум надо пару Пупхенов иметь. Вот, потому что, ну, один, ну, как бы он такой. Тут видишь, тоже у него, скорее всего, была нехватка ресурсов. Поэтому ему приходилось убирать между еще одним отрядом. Ну да, как вариант. Ягдпанзер... Я понимаю, почему он не сдается. Он, видимо, думает, что на его противника тоже немного войск. У него 193 топлива. То есть мне видится, что, скорее всего, ОМГ Поп захочет выйти в... Может быть, да. Если он только надеется на то, что он вызовет Тигр 2 и заедет им, поубивает всех. Ну, это, в принципе, возможно. Ну, как вариант, да. Как вариант. Довольно-таки хороший. Он там два выстрела сделает, убьет ПТО. Чем прикрыть есть, то есть это утюг, как ты говоришь, уже 34-ки не закрутят, там, не завергнут. Ну, кстати, да, хороший, действительно, вариант. Получается, что Королевский Тигр будет ехать, и, по сути, прикрытие у него сзади будет. То есть можно будет просто ехать спокойно и бить противника. Ну, вот это, кстати, да, действительно, ты прав. Ну, если он дотекпит, конечно. Сейчас ему обрежут бензин, ну, забегут даже. Антикилл вот пишет, Попу надо было первую 1-43-ю построить, и все, в лоб уже не так совет катался бы. Кстати, при такой доктрине, да... А 43-й пак не построил, вот тоже очень странно. Очень странно, да. Пишет Круз... Да, то есть тамблотанки вообще бы не подъехали, то есть он поставил бы и пополнялся, и все. И, кстати, с одним Пупхеном можно было бы вообще отвоеваться спокойно. Да, пишет Endgrade, Круз первый матч просто доминировал на карте. Вот, это, к слову, про первую игру. То есть, ну, получается, действительно, Круз в ударе. Ну, вот посмотрим. Счет 200... Можно просто, он же попростроился, что он не попал в финал, мне кажется. Ну, есть такое. Видимо, у него морально до сих пор он не может собраться. Ну, типа, как же так получилось. Ай-яй-яй. Да, да, да. Он так-то, вот, наверное, один из самых сильных, в принципе, игроков. Ну, это даже по статистике видно. И вообще, кто с ним, если попадал играть, должен понимать, что, допустим, с Крузом играть и с ОМГ-Попом, это вообще разные вещи. То есть, если я попадаю с Крузом, то я там 50 на 50 могу выиграть. Если я попадаю с ОМГ-Поп, то, я не знаю, я, может быть, одну из 10, если выиграю. Ну, я не выигрывал, потому что нечасто с ним играл, но всех раз, сколько попадал, я проигнул. Попадал пару раз. Ну, и, мне кажется, что даже уровень контроля. Ну, я не знаю, конечно. Может быть, он давно не играл. Возможно. Ну, что, поехали у нас танки кружить, вертеть, крутить. Но, вот, что-то остановились Т-34-ки. И вот, смотри, хорош противотанковая граната на Ягдпанзер. Ягдпанзер отъезжает. Это Т-34-каш. Сработала ПТ-граната, да. Учитывая, что были фальшборта. Да, но здесь надо отбиваться, ребят. Неужели заберут Т-34-85 вот этот Ягдпанзер? Очень-очень-очень опасный. Здесь Шреки отступают. Да, нет-нет-нет-нет, ребят, все. Здесь заберут, скорее всего, Ягдпанзер 4-2-3-4-ки. Ну, буквально, вот, не дожил где-то 2 минуты до Королевского Тигра ОМГ-Поп. И это GG-WP. GG-WP, в общем, да. Нахер тогда брал Доктрину, говорит. Антикилл. Действительно, зачем ты берешь с паком 43-м Доктрину, когда... А, пак, то есть ты думаешь, что... Я, знаешь, почему еще думаю, чтобы он зашел? Потому что, да, были минометы, но все-таки у минометов не такая дальность, чтобы достать до пака 43-го. А, как бы, Т-4-то не было у Советов. И получается, что и Доктрина была такая, что, ну, как бы, подразумевало большое количество танков. Поэтому здесь пак 43, даже если бы разбили Советов, ну, как минимум, он бы позволил, как бы, продержаться на карте до Тигра 2-го. Его неблагодарное дело фокусить минометами, потому что минометами фокусишь, а пехота бегает и тебя убивает. То есть ты, соответственно, не стреляешь все это время по пехоте. По пехоте, да. Я, он стоит возле здания, лечилки, пополняется тут же. И, как бы, очень сложно убить. Я рассказывал, мы вот Джофф и Галли вот тоже поставили. Я двумя Катюшами стрелял. Ну, конечно, это рандом тоже. И так мы не смогли убить. То есть между залпами он отчинивал его, занимал и все по-новой. Ну, тут только артиллерия или B4. Ну, тоже артиллерия. Ну что, 2-0 берет у нас Круз Сет. А сколько будет играть? Также B105 или как? Да, B103. А финал, наверное, вообще 7 будет, да? Не, B105 будет финал, а здесь играет B103. Я помню. Ну, учитывая, что игроки играют задержкой 8 минут, то у нас, по сути, пока игр нету. Скорее всего, пауза перед финалом. Вот, ребят, поэтому давайте немножечко посмотрим, как обстоят дела на сайте COG2.org. Что там АМИ показывает. Да, у нас... О, ничего себе. У нас-то все хорошо. У нас 23 человека на Кибергейме. И у нас 19 человек на Твиче. О, хорош. Ну, вот наши 40... 28 уже. О, ничего себе. В общем, у нас полтинник сегодня практически, ребят. Всем, ребята, доброго вечера. Всем добро пожаловать. Вот, Серег, как вообще настроение у тебя на понедельник? Вот обычно понедельник у всех тяжелый. А как ты относишься к понедельнику? Да, все зависит от воскресенья, наверное. Ага. Так. Вообще, конечно, понедельник это нелюбимый, наверное, всеми, в том числе. Мой день, как бы. Потому что ты с выходных расслаблен, а понедельник рабочий день. И тебе хочешь, ты не хочешь, нужно работать. И получается, что... Ну, а ты, как бы, получается, у тебя как пятидневка, да, стандартная? То есть такая по работе. Да, по большей части, да. Ну, всякое бывает. У всех. Угу. Окей. Пишет. Барс. Манди. Десембер. Пятнадцать, GMT, раунд семь. Бест оф файв. А, бест оф файв. Ни хрена. Пятьдесят масс стареем. Нет, антикил. Наоборот, набираем. И я бы тебе сказал не то, что стареем, а стабильно набираем. Потому что на самом деле... Как это правильно тебе сказать? Вот у меня раньше стабильная публика была пятнадцать человек. Вот сейчас, учитывая, что я довольно-таки долго не выходил в эфир, сразу же набирается практически пятьдесят человек. Это очень хороший показатель. Ликвидатор. Привет, Эхмаза. Алтфаги помнят, когда народу собираться раньше человек по сто на Твиче на одном. А сейчас опустился. Да, ликвидатор было дело, но сто человек, по-моему, не было у нас на Твиче. У нас, по-моему, максимально на Твиче я замерял восемьдесят... Восемьдесят шесть человек. До сотни я тогда не дошел. Вот. А когда я кибергейм поменял, на кибергейме у меня было максимальное что-то шестьдесят три. При том, что на Твиче было что-то там сорок или тридцать восемь. В общем, сто человек, я помню, набрал. Вот. И как бы нормально. Ну, я, ребят, выхожу редко. Я сам виноват в том, что я не набираю такую публику. То есть, если бы я выходил три дня в неделю, как раньше, я бы сейчас набрал и больше ста. А, девяносто два, говорит Антикила. Не ври. О, видишь, девяносто два. Это вопрос только постоянства. То есть, если я буду постоянно выпускать контенту три раза в неделю, то тогда у меня будет народу. Вот. Так что так вот. У богатырей девяносто два было Антикила. Да. Ну, было Антикила. Вот у нас была рубрика «Три богатыря». Там действительно было интересно смотреть, потому что три разных человека было. Вот Антикила один человек, Геббельс другой, я третий. Мы все... То есть, Геббельс еще был младше нас, к тому же, но он такой довольно-таки, ну, мышленый пацан. Вот. Поэтому, как бы, нормально все. Ну, и действительно, троих человек гораздо лучше строились. Ну, Антикила, конечно, подбадривал народ, потому что Антикила начинал про Политоту, и все. И от Политоты бомбило у всего, короче. У Твича, у Кибергейма, особенно у СК2ТВ, там. Ну, на самом деле, больше бомбило у Твича, потому что там сидел Вася. И я помню, я даже уже не читал никакой чат, потому что чат на Твиче было читать невозможно. Там все про Политоту, там. Вы козлы, мы козлы, и все козлы. Почему была? Да не, ну все нормально. Все, Антикил, ты придираешься к словам. Ребят, у нас буквально... Вот, Ами Полицефант говорит что-то. Ну, Север-Каролина, но, ты знаешь, близко Ами. Я понимаю, я понимаю. Сейчас я посмотрю, ну, пока нет. Да, нет, это говорит Саберин. Саберин. Показали, что играет на Семеновке у нас игроки Крусу МГПОП. Ну, пока нет игры, потому что... Есть, 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 я тебя приглашу. Нашел? Да, она сейчас, скорее всего, будет с небольшой задержкой. Вот, но мы с вами как раз пока поговорим на всякие отвлеченные темы. А, видимо, кто-то создал другой, да? Я игры друзей смотрю. Может быть. Да, видимо, их как кто-то пригласил, получается. В чем сила, брат? Антикила спрашивает. В политоте, Антикила, у тебя сила. Потому что Антикила как начнет бомбить политота, и все. Что, попробуй. Я у тебя, нет? Нет, ты не у меня. В группе или нет? Нет, не группа. Нет, в группе. Тебя нет в группе наблюдателей. О, похоже, нужно обновлять. Сила, брат, в правде. Тебе надо кох обновлять? А, выйди, обнови. Да, они же пофиксили. Они же специальный патч выпустили, который этот самый... Observer Mod. Давай, выходи, заходи в игру. Я тебя подожду. Там все равно пока, ребят, задержка. Ничего не переживайте, мы ничего не пропустим. Да, там 3 минуты ждать все равно. 3 минуты или 8? 3 минуты сейчас сделали. А, 3 минуты. О, ну, тем более. Ну, мы сейчас как раз попадем на самое начало. 5 игр до 3 побед. О, ну, все. У нас 2-0. ОМГПО проигрывает Крузу. Следующая карта у нас 2 карты Семеновки. И последняя карта я не помню какая. Ну, точнее, не помню, а не знаю. Барс, если ты знаешь, напиши, пожалуйста, на Твиче. Рикесли пишет жопа. Какая жопа Рикесли? Это очень важно знать. О, Рикесли, я сегодня... Это самое... Нашел ответ, который тебе сдавал. У нас Рикесли просто медик. Я задавал вопрос по поводу геморроя. Как лечить геморрой? Вот, Рикесли. Я сегодня нашел замечательное видео, где... Это не то, где огурец. Не-не-не-не. Есть прикольное видео, но это... Это жесткое видео. Вы плакать будете смеяться. Это, кажется, 100-500. И он там... Какой-то мужик какой-то там рассказывал. Ну, это вообще... Надо смотреть. Это рассказать невозможно. Пенсионер пишет. Гоу, Политоту. Я начну. Путин, козел. Да. Акспб пишет. Гудивнин, комрады. Комераден, Акспб. Привет. Ликвидатор пишет. Да, правда, говорят... Правда, глаза режет. А если еще эту правду не по первому каналу крутят, то вообще государство сносит, наверное. Да, ребят. Нет. На самом деле, даже то, что вам показывают по первому каналу, из этого можно правду вычислить. Просто нужно анализировать то, что показывают. Вот и все. И отсеивать лишнее. Поэтому, как бы... Вы же поймите, это же... Ну, как это правильно? Это же часть работы президента. Хлеба и зрелищ. Вы не будете эффективным президентом, если вы не будете соблюдать определенные правила работы президента. Вам нужно хлеба и зрелищ для того, чтобы отвлекать внимание людей от тех проблем, которые вы решаете. А когда вы их решите, вы их показываете, что вот, проблема решена. Потому что, когда проблема не решена, она вызывает определенный резонанс общественный. То есть, вроде как, работа идет по этой проблеме, но люди начинают, как бы, вокруг нее усиливать влияние, давление и... То есть, там... Ну, я не политик, но я приблизительно как-то понимаю. То есть, как бы... Да, чтобы не возникло паники у населения. Да. То есть, там, если, допустим, грубо говоря, сгорела больница, то сразу же выдвигается много версий, и каждый человек, допустим, будет верить в какую-то версию, которая близка ему по каким-то там критериям, да. А, допустим... Да. То есть, а если, допустим, когда вы уже там разберете все полностью, да, то тогда и объективность лучше будет. Так, а кто играть-то будет? Еврострой. Привет, Еврострой. У нас сейчас играют ОМГ Поп и Круз. Мы вот ждем Магиканина. Стартуем. Ты готов? Да, да. Все, ребят, 2-0. Наблюдение возможно. Игра недоступна для зрителей. Почему-то пишет. Она недоступна для зрителей. Подожди. Ну, давай я перезайду. Странно. Почему-то она недоступна для зрителей. Может, ну, зрители меня или вообще для зрителей? Нет, она... ОМГ Поп. Странно. Давай я тебя приглашу, может быть. Давай. Сейчас я, ребят, перезайду. Может, они решили, типа... Вот тут Company of Heroes 2 TV и показывает, короче, палит всю тему. И они, типа, ну, думают, что, короче, за счет этого Круз выигрывает ОМГ Попова там начинает бомбить, вот этого корейского пацана, короче. Вот. Так что, так. Сейчас, ребята, извините, у меня чат свернулся. Я не могу читать ваши сообщения. Вот. Тарам. Тарам. Вот. В общем, политота на самом деле это такая тема. Вот. Хотите стрим хороший, включайте политоту и будет вам счастье. Так. Сейчас, подожди. Жопа кольцом. Значит, геморрой только хирургическими метами. Я в них не силен по вполне объективным причинам. So much политота. Хорош политота у меня пригорает вата. Если зрить в корень. Так. Маза травит шутки. Прикупил микрофон. Нет. Я ничего не прикупил. Это все как и было. Все как и было, так и осталось, ребят. Я ничего не купил. Так. Ну, что у нас? Обновить список по просмотрам. Да. Вы знаете, почему-то... Мне кажется, это просто... Они сыграли, может быть... Короче, мне кажется, они просто эту игру удалили. Вот я тебе так могу сказать. А у меня нет этой игры. Ты вот меня пригласил. А, ну стартуй. Стартуй. Ты можешь стартовать сейчас? Да. Сейчас стартанул. Даже. Ничего себе. Окей. Ну все. Поехали. Всем привет. У тебя тоже Еврострой. Так. И наши играли ли наши? Пишет Еврострой. Не. Наших никто не играли. Видимо, не просли чек-ин. Ну, по крайней мере, некоторые знают, что не прошли чек-ин. Мы не прошли, потому что надо было понимать вообще, чё к чему знать английский хотя бы. С детства за слово. Когда игра будет? С детства за слово будет игра сейчас уже. Крусовым джипоп за третье. Бывает так. Так, значит, игра уже прошла. Давай по летоту. Я продолжу. Порошенко жердяй. Деспорт, диктатор, убийца, вор. Вебку меняй, говорит Антикил. Вот хорошая, да. И олигарх сюда, Павел. Ещё ты олигарх там уже. Да, ну чё, вебку менять. Вебку надо менять, потому что я её сейчас поставил на расстояние. У меня есть идея купить, короче, себе баннер вот сюда. Чтоб была типа, ну, не вот эта, короче, порнуха, а чтоб была типа студия. Короче, менять студия. И всё. И, короче, угарно будет вообще. Я прикупил, а ты на своей нищебродской гарнитуре дальше сиди. Прослезил маза, да. Короче, меня обозвали, что у меня нищебродская гарнитура. Ну, вообще-то, ребята, она 3-400 стоит в магазинах. А когда я её выиграл, эту гарнитуру, она 4-300 стоила. Так что, и вообще, эту гарнитуру рекламировали на последнем техлапсе в Химках. Все там, все были в этих гарнитурах. И, не знаю, мне кажется, у меня достойная гарнитура. А, я твои банки, говорит, не вижу. У меня нету пока банок. Я не качаю маленькие мышцы пока. Я качаю сиси, спину, ноги. Ну, ноги я потянул связки, тоже накачал, называется. Так, окей. Ну, что, Серёг, мы наконец-то поп... А, во, у нас 4 минуты до начала. Да, это, видишь, это, короче, обновлено. А, они сделали больше, 9 минут задержка у них. А, 9 минут? А там можно выставлять. То есть, стандартно сейчас выиграл, 3 сделали они. Ну, это правда, лучше. За другом, за кем наблюдаешь, 3 минут, ну, более чем достаточно. Слушай, Серёг, вот объясни мне, пожалуйста, я до сих пор не могу понять, а почему, почему, собственно, вот, когда ты заходишь в игру, и у тебя вот эта порнуха, короче, такая, типа, ты видишь, что строит оппонент на базе. Я не понимаю, это вот, это... Может, это специально сделано? Вот, как ты думаешь? Ну, скорее всего, специально сделали. Ну, это неправильно. Ну, на мой взгляд. Да, потому что ты заранее видишь, что у противника, и можешь подготовиться. А должно быть сюрпризом. Сюрприз. Ну, да. Конечно. То есть, та же разведка, допустим, русская, тогда бы она уже, ну, менее эффективно становится, да? То есть, там, за вермахом смотришь, как бы, что он строит, какого юнита вызвало, тут, допустим, да, он строит Т3, ты знаешь, сейчас панзер выйдет. Ну, да. Ну, это да. Я думаю, что, возможно, они либо не обратили на это внимание, либо, может быть, народ... Либо, может быть, сделали специально так, и подумали. Они же как делают, смотрят, люди начинают ругаться, они переделывают все. Вот ИСУ всех беспокоило, если кто вообще читал форумы, там, особенно, кто любит играть за немцев, там, про эту ИСУ столько писали, они, ну, давайте ее понерфим. Давайте. Да, все. То есть, они, как бы, как бы не говорили, они слушают людей, то есть, ну, в том числе, конечно, экспертов. Ну, ИСУ, правда, она была имбой, когда она стреляла так же по дальности, как и Актигры, можно было впереди ПТО катить, сзади ИСУ, которая убивала пехоту, и ничего не сделать было. Сейчас же так не получится. Да, пишет Еврострой, что это играет роль только в один на один. Ну, блин, ну, хотелось бы все-таки все равно какую-то интригу сохранять. Вот, Антихил пишет, семечки, лучшая карта. Вообще, это Савков касается, у остальных все и так кристально ест, пишет Рекесли. Ну, на самом деле, ну, где-то да, я согласен. Но, с другой стороны, все равно какая-то должна быть интрига. То есть, вы, по сути, много раз писали, что, допустим, за УКВ, за Вермахт легко играть. Ну, гораздо легче, скажем, чем за союзников. А получается, что им еще проще становится. То есть, как-то, ну... Допустим, как бы, ты ставишь, грубо говоря, там базу где-нибудь там в центре, да, тут приходят какие-нибудь эти самые штрафники и выносят ее взрыв-пакетами. То есть, ну, как бы, как вам сказать, то есть, в любом случае, как-то, как сказать, то есть... Ну, да, как бы, разведка боем должна быть, а тут, получается, ее нет. Да. Как ты подготовишься к снайперу на первой минуте, пишет Еврострой, да. Ну, как... Ну, вот ты, допустим, знаешь, что снайпер... Если вообще союзы выходят, что в Т1, что в Т2, это значит, что немножко дольше будут идти на карту, что ждать их в другом месте совершенно нужно будет. Соответственно, если Максим, то ты будешь аккуратнее действовать, нежели если там ничего нету. Ты будешь бояться там лечь под пулемет. А тут ты будешь бежать вперед, не боясь, что где-то мы разложены Максим. Не, есть, есть немножко, как бы, несправедливости, может быть, что ли. Ну, как бы, на мой взгляд, может быть, и не нужно. Ну, опять же, не знаю, как бы, для чего это сделано. Да. Рикэсли пишет, немец строит Т1. Вот это баларот. Вот они застряли. Застряли в нем. Смотри, вот ты дурак. Смотри, бежит, бежит, бежит. Сейчас догоню, догоню, говорит, пацаны. Вот баги больше всего в игре меня раздражают. Что напрягает это баги. Вот часто бывает, забегаешь штурмарями, да, начинаешь отступать. Они от мертвого своего же могут запнуться и стоять на месте, не бежать. То есть не отступают. И их убивают. Ну, то есть много вот таких моментов есть в игре. Или ПТ-граната, которая летит в Кубельваген и не наносит ему урон. Да. И пежок тоже не ломает. Как так? Да. Как так? Я сегодня так даже играть не стал. Я Кубельваген с трех сторон. Тремя новобранцами окружил. Там, двоих он прижал, третьим я все же добежал. Бросил ПТ-гранату. Что бросил, что не бросил, она отскочила, как от мертвых. Да ладно. Прикольно. И ты такой, блин. Я расстроился так. Не работает. Сразу, сразу. Ты сразу сдался? А тебя тоже бомбит. Серега бомбит, короче. Просто Серега самый... Потому что игрок, который со мной играл, он вторую игру подряд, ну, первую он выиграл там очень долго. Я посмотрел его рейтинг, ну, у меня один на один рейтинг тоже небольшой, там, в районе пятидесяти. Посмотрел его рейтинг, у него рейтинг там пятьсот, что ли. Ну, он недоконтроливал вообще во многих моментах, но просто я не мог ничего сделать. Несправедливо было. Убили Вагина, он меня убил аут. Что, первую игру, он там на нем пять звезд набил. Я в него и патроганаты бросал, и гвардами его стопов расстреливал. Ну, не умирал он никак. Немчурас с калашами пишет. Нет, это не калаши, это штурмгевер 43. Это штурмгевер 43. Я не знаю, как по-немецки 43, да. Не самый страшный лаг, это когда зависает на пару секунд, потом отвисает. Они быстро бегают, а снайпера слил. Вот, вот это вообще. Что, это ты включил? Это у кого? Что такое? Раз, раз, раз. Я слышу тебя. Подожди, подожди. А, это самое... Ты через колонки слушаешь? Я? Да. Нет, через наушники. У меня почему-то включился стрим. А, ты в смысле подумал, что это... А, раз, два, три. Вот. У меня, короче, стрим включился. Прикольно. Прикиньте. Ну и вот, про машинку мы уже говорили. Мне кажется, ей нужно в два раза меньше жизни сделать. Чтобы это был риск. Ой-ой-ой, ребята. Что-то так лагануло, короче. Ну, все-все-все. Потерпите. Сейчас, короче, отлагают. Не, ну, вот вы сделали кубельваген, приезжает М3. То есть, для вас это интрига. И вам, как минимум, уже надо, как бы, понимать, что если М3 приехала, значит, надо, как бы, беречь свой кубельваген. То есть, в любом случае, это заставляет вас как-то напрягаться. Вот. То есть, неинтересно смотреть, когда люди не напрягаются. Интересно смотреть, когда люди, там, что-то придумывают, как-то стараются бороться со сложностями. Это мы с вами сидим, там, в кресле откинулись. Такие все деловые, там, с кофеем, там, с чипсонами, там, кто с чем. И, ну, смотрим, как люди другие напрягаются. Вот. Поэтому, как-то так. Сейчас пишу. Выключи стрим. Да-да-да. Просто приконсульция. Так. Пишет. Покажите, что совок строит, вызывает фото Магиканина в студию. Пишет. Ну. Не знаю. Антикилл. Напиши Магиканину. Может, он вышлет тебе персонально. Не, ребят. Я продакшн не хочу включать. Вот, ни разу. Я вам просто буду показывать, что совки строят. Сейчас строят Т2. Вот. А строят Т2. Ну, как совки. Нельзя говорить совки. Советский Союз. Вот. Вы меня вот в чате начинаете плохому учить. А я ведусь. Вот. В общем, давайте вернемся к игре. На самом деле, я просто не очень люблю вот этот вид, который большой. Мне неудобно смотреть по карте. Потому что я в основном смотрю на карту. И смотрю, что происходит. И как бы щелкаю. Вот. Поэтому будем смотреть классический вид. Вот. И, ой, 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 ой. Смотри, Магиканин. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Смотри, я буду на карте. Ну. Ну. Тэ-тэ-рын-тэн-тэн. Смотри. Ха-ха-ха. И ты посмотри, что творится. Вот это рандом. Вот. Смотри, как они встали широко. И все. Ну, даже он все равно не видит и сейчас потеряет. Да. Ой, недоконтроль. Что-то с ним не то. Может быть, это не он играет. Не знаю. Может, ОМГ-Поп. Может, у него лагануло. Ну. Это вот прям совсем. Совсем. Ну, что-то да. Ну, может, ОМГ-Поп уже расклеился окончательно. Такой. Да, ну, у вас значит. Я говорю, что что-то не то. Да. В общем, Круз, ребята, у нас опять играет с Советским Союзом. В общем, ОМГ-Поп играет у нас ОКВ. Вызывает свой любимый юнит-флаг на этой карте. Ну, и, собственно, будет стараться реализовывать этот юнит. Все-таки юнит такой, довольно-таки затратный по инвестициям. Но, как показывает этот турнир, довольно-таки легко окупается. И, более того, позволяет держать противника без ресурсов довольно-таки долгое время. А иногда и вообще выигрывает всю игру. Да. В общем, ОМГ-Поп, ребята, на самом деле, немножечко, как бы, играют уже неэкспертно, во-первых. А во-вторых, ну, такие ошибки мы видим налицо. То есть, никакой интриги нет с точки зрения эксперта, а ошибки, недоконтроля, ну, это уже все. То есть, это добрый вечер. Мины пошли у нас на позициях. Ближе к ОКВ. И очень сильно пробитая пехота. Ой. Где-где-где-где? На мини подорвал. Кто подорвался? А-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, я не заметил. Ну, это вообще классика. Вот это место... Самое главное, что он не то, что подорвался, он сломал двигатель. Да И вот это действительно проблема Потому что забрать этот юнит И самое главное он не видит до сих пор А то есть он продолжает ехать Короче Ему надо назад ехать Жесть В общем ребята на самом деле Круз в ударе Сегодня причем в таком Серьезном ударе Пока что Проблема вытеснуть УКВ с центра мне как бы не видится Проблемным для Круза Круз построил еще до кучи у нас Ничего он до кучи не построил Может он специально сливает Вот смотри куда он ее едет Не знаю может он да специально ее сливает А может наоборот Сейчас дотянет ее даже в таком состоянии И Как говорится И очинит ее Ой 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 да Подходит вблизь очень сильно Сейчас еще одна и все Новобранцы и вот здесь надо фокусить Да 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 фокусит И посмотри Едва не умирает здесь отряд Новобранцев Ой 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 Умирают они едва не умирают Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Войны открыт Вот у вас все хорошо Вот как бы раз Вот два То есть все хорошо Т3 ребят Пошел в продакшн У Советского Союза Ну вы знаете Давайте посмотрим У Круза 60 топлива В принципе Учитывая что 26 поступает То весьма вероятно Что через 2 минуты Можно вызвать Т-34 И законтрить этот флаг Флаг за счет того Что долго медленно ехал Подорвавшись на мины Себя естественно Сейчас пока не реализовывает Это во первых А во вторых То есть ну Мина это позволило Выиграть очень много времени Для Советского Союза Ну и сейчас конечно Уже выход в Т-3 Означает что Ну Этот флаг будет Ну не столь эффективен Вот Вопрос только что вызовет Круз Вот Это как бы да Второй момент Вот А там посмотрим Сейчас посмотрим ребят Что вызвано в продакшене 80 топлива Ну да Здесь в принципе Как бы Ну как бы Рассуждать нечего Вызовет Естественно Т-34 76 Не выбрана доктрина У Советов Омг Поп У нас Выбрал Люфтваффе Слушай Ну смотри Магиканин Люфтваффе Как написал Рик Кесли Люфтваффе Жесть С детства С детства За За С детства За Подожди С детства За Соло С детства За соло Задержка Большая В матче Да Он не был открыт Когда он написал Ага Ну да Вот Тричетверку Строит И Рискует Да Пишет что Слил ли две игры Омг Поп Омг Поп Слил две игры Но это можно так На самом деле Назвать Потому что Откровенно говоря Вот Я первую не видел Но вторую Он ну реально Играл как Какой то Ну его просто Знаешь как Нехорошее сравнение Но его как Проститутку Просто имели Потому что Там Круз был Просто знал Как играть Он полностью Уже по моему Выучил Омг Попа И даже С таким билдом Омг Попа Его по моему Выучили все И смогли его Законтрить Хорош Минус Максим Ой 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 Сейчас можно Вот если Шреков сейчас Не будет То Ну нет Делай там Шреки Да Вопрос Кто делает Да Есть Шреки У нас почти Доделываются Первые Шреки Будет ли у нас Еще Шреки Нет Пока еще Шреков Не будет Вот вопрос Будет ли Пупхин Пупхин есть Т-34 у нас На поле боя Ну и Флаг надо Отводить Ой Флаг Надо отводить Т-34 врывается Нет Он его ведет В здание Чтобы вокруг Ездить А Ой Слушай Ну шикарно Да Вот вопрос Только сможет ли Законтрить Иди смотрите Начинаются Догонялки Догонялки Еще Да мы Здесь просто Что делает У нас Этот Гономак С флагом Что делает Сейчас Ум Джип Боп И минус Дания Со шреками Просто невероятно Причем он сам Ой 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 Опасно Опасно Здесь наконец-то Пупхин Пупхин бежит Но Давится Больц Гренадеры Ну просто Невероятно Что здесь творится Повезло Здесь Немножечко Флагу Но Т-34 Все таки Не упустил Добычу Все Пупхин Пятится Назад Вот Мужики Такие Говорят Ну блин Мы не успели Когда у человека Что то не так Вот У него даже Что то не помогает Ничего не помогает Он сам своих Задавил в доме А Он все Сам своих задавил Жесть Пишет Сайрон Обнова вышла Микропатч Ну Типа того Я так понимаю Потому что Мы с магиканином Не могли Синхронизироваться То есть И наблюдать за игрой И вот Глядя по тому Как все двигается Прыгается По сравнению Со вчерашним стримом Ребят Ну игра реально бегает Вот Потому что Режим наблюдателя Вот прям Ну Блещет скоростью То есть Вчера все лагало Жутко Меня прям стрим Вчерашний раздражал И Было неприятно Потому что Там задержка Переключения шло А здесь Как-то все Очень быстро Динамично Вот В общем На самом деле Он джипов Как вы прекрасно понимаете Уже практически Слил эту игру Вот Тут вопрос Джи-джи Вот опять Дани сидит И сейчас А нет Вышел 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 Да Нет Ну все Здесь уже понятно Разваливается Омджипоп морально То есть Такие абсолютно Необдуманные Мувы Учитывая Что гномак Был Ну довольно таки Сильно пробит Да И то Омджипоп Держал Вот как бы Территорию То есть Не как бы Не разводя Противника Да И То есть Не нападал С духом Нужно было Ну терять его Ну хотя бы При этом Не потерять Базучиков Которые сейчас Вот ему прям Вообще Очень нужны Очень сильно нужны И давайте посмотрим Что у нас Круз скинул Заливка у него Пошла За 120 Зажигательная И Можно будет Вызвать КВ-8 И ИС-2 Ой-ой-ой Хорош Хорош Да Но здесь Сильно-сильно Напрягает Круз Круз Мне кажется Вообще Полностью Знает Как играть В эту игру Ой-ой-ой Как здесь Омджипоп Разваливается Ребят Ну И смотрите Где Пума Стоит Где стоит Пума Ну просто Конечно Уже все Участвовал Лиджов Круз Купил Ну Круз Купил Да не Ну ты че Мне кажется Нет Это же А он Типа ему Сказал Давай Слейми Третью Игру А я тебе Я с тобой Поделюсь Типа Деньгами Нет Так можно Ему Просто Скажу Я тебе Призы Все дам Только Слей Только Слей Мне нужна Слава Ну кстати Может быть Да И Омджипоп Сейчас Он Сказал Тебе Третье Место Все Но Ничего А для Меня Так Приятно Приятно Да Тебя Спрашивает Еврострой Участвовал Лиджов Нет Джов Не Участвовал Не Участвовал Наверное Потому что Меня Не Бало А Он С Английским Вообще Не Дружит И Он Побоялся Что Не Разберется Ой Посмотрите Пума Пробивает Пробивает Хитрый Хитрый Круз Пробивает Гранатой Двигателю Пумы И спасает Т-34 Гранату Когда бросаешь Через Деревья Она Иногда Не Долетает Да Я тебе Больше Могу Сказать Что Когда Ты Уезжаешь За Деревья Техникой И Панцерфауст Не Срабатывает Вот Сейчас Повезло На самом деле Чтоб Эта Граната Долетела Да Иначе Меня бы она Точно Не долетела Ну Подожди Не все так Плохо Не надо Сегодня бы Точно Не долетела Когда Играл Ликвидатор Пишет Что Я Лучше Этого Мж Попа Сыграю Ну То Что Сейчас Мы Видим Вы Я думаю Большинство Из вас Сыграют Гораздо Лучше Так Говорить Нельзя Потому Что Ребята Если Вы попадете С ним В паре Поиграть То Вы Своим Немнение Быстрое Теренение Игра Будет Длиться Минут Десять И Вы Будете На базе Получать Дюлей Ликвидатор Пишет Что Сейчас Он Пумой Как раз Таки Остановился То есть Не поехал Дальше Ну Да Случай Если Сравнивать С флаком Который Был Потерян То Это Действительно Так Вторая Т34 76 Ну Вот Теперь С двумя Танками Я даже Не знаю Как справиться На самом деле Есть Такое Вот В Company Of Heroes Что Когда Есть Один Танк Это Один Танк А Когда Два Танка Это Не то Что В Два Раза Сильнее Армия Она Раза В Три Или В Четыре То Есть Два Танка Это Такой Аргумент Когда Ну Когда Все Таких Контрить Не То Что В Еще Кому А Три Четверок Нет Такого А Да Три Четверок Нет Ну Только Уз Эти Как Б Сау Уз Всех Кто Против Танков Пантера Она Как Б Тоже Против Танков Такая Некая Су Ну Что Ребят 343 На 389 Все Три Звезды У Нас У Круза Здесь Есть Сюрприз На Южной Без Сюрприза На Центральный Без Сюрприза На Северный Все Три Звезды У Советского Союза И Я Могу Сказать Что Исход Этой Битвы Ну Он Как Мы Все С вами Понимаем Немножечко Предрешен 112 Топлива У Ом Джи Попа Это Значит Что Скорее Всего До Танков Он Не Дотерпит Срывается Здесь До Кучи У У Нас Еще Здание От Заливки Ну И Че Могу Сказать Только Держаться Терпеть Я Не Заказывать Как Можно Больше Пупхинов Потому Что Бороться Сейчас Вообще Нечем С Этими Т-34 Есть Только Одна Пума Которую Законтрить Не Составляет Труда Советскому Союзу Ну И Все Давление Пошло Зис Калориска Т-34 Ой Да Все Пума Сейчас Будет Потеряна Да Даже Двойной Выстрел Понадобился Чтоб Ее Убить GG ВП Круз Даже Не написал GG Потому Что Видно Что Он Расстроен Бомба Лейла Просто Вообще Бомба Лейла Кстати На самом Деле Бывают Такие Дни Когда Ты Рассеян И У тебя Ничего Не Получается У меня Самого Так Бывает Вроде Играю Но Такая Тупость Какая Реально Вот Так же Как у Него Вижу Мину Бегу На нее И Взрываю Да Такое Бывает Правда А А Че Нету Притока Ресурсов Двух Игроков А Так Нет Так У меня Вот Есть же Разные Как Это Правильно Еврострой Я понял О чем Ты Говоришь Я Не Люблю Вот Этот Режим Который Вот Ты Говоришь Вот Такой Я Этот режим Терпеть Не Могу Потому Что Микроскопическая Карта На Которую Вообще Ни Хрена Не Видно Вот Мини Мап Даже Если Мы Ее Увеличим Она Вот Микроскопическая Я Не Успеваю Следить Че Творится На Карте То Есть Как Бо Мне Это Очень Важно Потому Что Я Смотрю На Мини Карту В Так Так Вот Так Так Вот Как То Так Ну Может Быть Это Покажется Что Я Единоличник Это Может Быть Единоличниц Но Это Хорошо Ребят Главное Чтоб Вы Все Рано Все Видите Так Что Вот Как То Так Слушай Но 3 10 Минут Вы Правда Любнес За последнее Время Очень Добавил Поздравляем Круза С бронзой Ура Ура Достойно Достойно Пацана Звание Третье место По